Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 23 миллиона рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. А сегодня очередной аналитический выпуск, посвященный российскому рублю, точнее паре доллар-рубль. После волны жутких прогнозов про доллар по 100 рублей и больше, стали появляться прогнозы и обоснования стоимости доллара по 68 рублей и даже 65 рублей. Но в Ютубе и в интернете надо не на громкое название обращать внимание, а на качество аналитики. Сегодня заявленная тема это будет ли доллар стоит 70 рублей в среднесрочной перспективе. Ну так вот без хайпа вполне такое адекватное значение. Не 65, не 60, а 70. В общем не переключайтесь и узнаете, почему доллар может достичь уровня в 70 рублей. Разберу основные драйверы такого возможного движения курса и конечно же расскажу, что этому может помешать. В общем стоит ли надеяться на доллар на 70 рублей. Будут сегодня новые данные по вызову капитала. О, вызов капитала. Оставлю даже вырезать не буду. В общем вывоз капитала, точнее отток капитала будет и аналитика по нефти как важнейшего курсообразующего фактора. Остальное упомяну скользь, ну чтобы меньше повторяться. Так, сначала как всегда в моей аналитике посмотрим входные данные. Итак, ранее в своих видео я определил фундаментально обоснованный для курса доллара диапазон. Это 72-77 рублей за доллар. В последнее время и уже довольно долго реальный курс держится выше верхней границы этого диапазона. И сейчас он довольно близок к верхнему значению. Постепенно появляются робкие предпосылки к укреплению рубля. О них в основном сегодня и расскажу. Ну а сначала вынужден повторить, что фундаментально обоснованный диапазон не учитывает высокоэмоциональные факторы, такие как предпаническое настроение, когда все кричат, что все пропало, такие как угроза жестких санкций, ну и чего-то в этом роде. Именно подобные эмоциональные курсообразующие факторы и держали курс отечественной валюты выше 70 рублей довольно длительное время. Они и сейчас продолжают действовать, но именно эмоциональная составляющая все-таки несколько снизилась. Так почему же доллар зашкарил за 77 рублей? Коротко напомню, на курс доллара параллельно действовали довольно внезапно появившиеся факторы. Это и события в братской соседской стране, и происшествия с известным оппозиционером, и военные конфликты вблизи границ Российской Федерации. Все это вполне способно перейти в санкционную плоскость. Кроме того, к эмоциональным факторам также можно отнести рост заражений во всем мире, который не обошел и Россию. А к фундаментальным факторам относятся такие моменты, как объем и цена нефтегазового экспорта, величина вывоза капитала из страны, рост денежной массы и так далее и тому подобное. Правда, например, резкое падение цены нефти, вызванное паникой любого характера, также можно будет отнести к эмоционально. И вот сейчас хочу я остановиться более подробно на нефти. Именно цена на нефть в большей степени определяет границы фундаментально обоснованного коридора для курса долларов в рублях. А по нефти вышли интересные данные и прогнозы. Были довольно глобальные и заслуживающие внимания прогнозы и заявления от Международного энергетического агентства. А именно, выход спроса на нефть на уровне доковидной эпохи произойдет только в 2023 году. И это оптимистичный вариант. Если же борьба с вирусом будет осложнена какими-то трудностями, например, сложности или низкой эффективности вакцинирования, то выход спроса на доковидный уровень затянется еще на несколько лет. И это все на фоне того, что пик потребления нефти в развитых странах уже пройден. Также из заявлений стало понятно, что ключевые игроки нефтяного рынка будут и дальше стараться балансировать на минимально приемлемых для них ценах, чтобы не провоцировать рост добычи в фланцевой отрасли. Но это, собственно говоря, очевидно. Есть и прогноз от Международного энергетического агентства, в котором предполагается, что человечество может решить ускорить отказ от нефти в пользу более экологичных источников энергии и побыстрее достичь цели Парижского соглашения по климату. В этом случае уверены в МЭА, что к 2025 году баррель подорожает до 57 долларов, а к 40-му году снизится до 53. Но при этом непонятно, какая покупательная способность будет в тот момент у самого доллара. Ну и немного про газ. В этом году наблюдается снижение спроса на газ, это очевидно, однако в будущем, особенно по мере снятия ковидных рисков, спрос на голубое топливо также начнет расти, но это по информации от МЭА. А теперь ближе к жизни. Сейчас на цену нефти в основном влияют выход на рынок ливийских объемов, завершение норвежской забастовки, рост буровых установок, количество буровых установок и ковидные риски. То есть предложение немного выросло, а рост спроса пока под вопросом. Понятно, что со временем спрос будет расти, но это может произойти через этапы снижения, то есть высокую волатильность. Я немного упростил, факторов ценообразования нефти, конечно же, существенно больше, но я сделал это специально, показав высокий риск для нефтяных цен именно от перечисленных факторов. Однако, если нефтяные цены не пойдут ниже, то при снижении эмоциональной составляющей наших специфических санкционных и геополитических рисков, курс доллара вполне способен пойти обратно, точнее войти обратно в ранее обозначенный коридор. Но и про риски снижения цены на нефть не стоит забывать, а они есть, и я об этом уже сказал. И хочу также добавить, ну просто обратить ваше внимание на это, что на фоне высокой неопределенности, связанной с предстоящими выборами в США, наши специфические российские риски могут усилиться еще и американскими событиями. И если это все совпадет с коррекцией по нефти, то доллар вполне может уйти довольно далеко вверх от верхнего значения того самого диапазона 72-77. Но это уже панический вариант развития событий, это можно как-то учесть, но предлагать такой вариант развития событий как базовый я, конечно же, не стану. Но это логично. Продолжаю. Обещал сегодня рассказать об оттоке капитала и его влиянии на курс доллара. Рассказываю. Но прежде чем продолжить, очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать» и через Patreon, ссылка на который находится в шапке канала на главной странице. Спасибо, что поддерживаете мои аналитические обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Так вот, отток капитала из Российской Федерации за 9 месяцев вырос до 35,5 миллиардов долларов. Сальдо финансовых операций частного сектора, по данным Банка России, составило 35,5 миллиарда долларов против 21,4 миллиарда в 2019 году. В прошлом году определяющими были операции банка по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов. А в этом году ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами. Кроме того, по предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре 2020 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации сократилось более чем наполовину, ну это соответственно год к году. Ну и в дополнение стоит упомянуть, что международная резерва уменьшилась на 10 миллиардов рублей там с копейками вследствие погашения суверенного внешнего долга и операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила, осуществляемых Банком России на внутреннем валютном рынке. И не забываем про операции на деньги от сделки по реализации акций Сбербанка. Напомню, что именно после заявлений об этих валютных операциях, поддержку рубля, ну вот Сбербанковские деньги, тренд на укрепление доллара был сломлен. Эти объемы на валютном рынке будут продолжать влиять на валютный рынок и дальше. Однако я уже говорил об этом, сами по себе эти поддерживающие Сбербанковские объемы невелики и серьезного влияния от них не получится. Ну все же некая эмоциональная составляющая здесь тоже присутствует. Далее, сегодня пока еще об этом я не говорил, но уже пора. Надо понимать, что существенность снижения на фондовом рынке США очень сильно может повлиять на курс доллар-рубль. При панической или полупанической ситуации на американских рынках доллар может начать резко расти. Ну а об этой ситуации я уже много раз рассказывал, почему доллар может расти вроде как тоже очевидно, однако есть и другие мнения и сценария. Например, при серьезной неразберихе сразу после выборов, когда результат будет еще не ясен, вполне могут начаться гражданские беспорядки. В этом случае доллар способен существенно обесцениться. Это может быть усилено дополнительными пожарными фискальными стимулами, но надо понимать, что такой резкий и экстремальный сценарий ненадолго. А вот что дальше, это будет зависеть от дальнейших шагов финансовых властей и событий. Но я не сторонних экстремальных сценариев, поэтому базовый прогноз будет опять же без хайпа. Просто есть смысл держать в голове, что сейчас ситуация такая, что возможен и экстрим. А если без хайпа, то пока просматривается рост S&P 500 как минимум до выборов. Инвесторы до сих пор находятся в полной уверенности, что ФРС теперь всегда будет спасать рынок деньгами и всем, чем может. Но это не будет длиться вечно, надо это понимать. Далее, продолжаю. Перехожу ближе к теме, а именно будет ли в ближайшее время доллар по 70 рублей. Я считаю, что такой вариант вполне возможен. Особенно если санкционные риски будут уходить, а геополитически рассасываться постепенно. Однако реальные предпосылки сейчас пока к обратному. Это все эмоциональные факторы курса образования, когда нерезиденты боятся и уходят от рисков из наших активов и валют. Напомню, что я не армагедонщик, поэтому покажу график индекса RGBI. Это индекс российского государственного долга. И он отчасти, не в полной мере, конечно, но характеризует настроение нерезидентов. По графику видно, что настроение немного улучшается. Спрос на российский госдолг со стороны нерезидентов несколько повысился. Так вот, я сказал, что это все эмоциональные факторы. И, похоже, участники рынка начинают к ним привыкать. Риски постепенно проявляются, становятся понятными. Оценки этих рисков местами снижаются. Панические настроения все-таки уходят. При такой тенденции и при отсутствии дополнительных внешних и внутренних раздражителей, курс доллара и дальше пойдет в сторону укрепления. Однако, значение 70 рублей за доллар при текущей цене на нефть возможно только при почти полном отсутствии санкционных и геополитических рисков. Но до выборов в США это, к сожалению, невозможно, так как российская тема в предвыборной американской борьбе задействована довольно сильно. И от этого нам не уйти. Таким образом, получается, что движение в сторону 70 в среднесрочной перспективе более вероятно, чем достижение этого уровня. А сейчас некоторые соображения против укрепления рубля. То есть, что может помешать рублю укрепиться в будущем. Так вот, укрепление рубля затрудняется сейчас, кроме общей ковидной ситуации, еще и ростом денежной массы. Я уже публиковал этот график, но он действительно важен, поэтому вы его видите опять. Рост М2 указывает на дальнейшее ослабление рубля. Темпы вроде не дикие, но очевидны. И если поток нефти, газа, доллара в страну будет сокращаться, а количество рублей увеличиваться, то ничто не помешает рублю стать существенно сильнее. Но и активный разгул вируса тоже способен надавить на рубль, причем заметно. Что можно сказать в итоге? В общем, рисков не становится меньше. Скажу больше, рисков для рубля становится больше. И просто по теории вероятности я больше склонен к тому, что курс доллара в среднесроке будет находиться ближе к верхнему значению указанного коридора, хотя и появились некоторые признаки будущего возможного укрепления рубля в сторону 72. А пока риски есть и не замечать их совершенно не стоит. Учитывайте это и принимайте правильное решение. Не рекомендую делать высокие ставки на какие-либо отдельные события, например, на результаты выборов в США. Старайтесь усреднять риски и повышать таким образом свою финансовую устойчивость. Лично я не буду ждать доллара по 72, 70 и даже ниже. Я буду продолжать инвестировать. И если в рамках этого процесса мне понадобятся доллары, то я буду их покупать регулярно на небольшие суммы по текущему курсу. Ну а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций, всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...